Где-то в марте или в апреле я говорил, что судя по всему, пипец экономический начнется где-то с середины июля, конец июля, август, то есть полное схлопывание экономики. И вот сейчас, сегодня 14 июля, и давайте немножечко подведем итоги, констатируем, что же происходит. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, два дня назад я приезжаю к людям, которые печатают у меня этикетки, и спрашиваю, что там с бумагой на эти этикетки. Ну, речь идет об этикетках, которые печатаются на плотной бумаге, там элитные этикетки такие, ламинированные. И он мне говорит, ну, слушай, я хочу сказать, что, в общем-то, бумага закончилась полностью. То есть она закончилась не в типографии, она закончилась в стране, и ее практически нет. Это плотные сорта бумаги, 270 грамм на метр квадратный, глянцевая бумага, мелованная в смысле, вот, там не обязательно глянцевая, может быть матовая. Она закончилась в стране, и ее днем с огнем не сыскать, все, нету ее. Как альтернатива он говорит, что можно использовать картон 240 грамм, но картона тоже нет. Хотя это и дороже немножечко, картон 240 грамм чуть дороже, чем 270 грамм меловка, но все равно его тоже нет, во-первых. Во-вторых, он такой необычный, не совсем обычный, там, в общем, надо приноравливаться и так далее. Короче говоря, с этикетками наступает коллапс. Я с ужасом жду следующего заказа на эти этикетки, и, в общем-то, так сказать, боюсь, что будет задержка. Что еще могу сказать? Что, значит, другие типы бумаг пока еще есть. Я вчера оплатил 500 килограмм, буквально вот все, что на складе было, забираю бумагу, 140-150 грамм на метр квадратный, для других этикеток, для более тоненьких, которые, в общем-то сказать, ну, тиражи там побольше, конечно, а по стоимости они поменьше. Но, во-первых, я забираю все остатки, полностью выгребаю, а во-вторых, неудобных форматов уже беру, потому что мне эти форматы вообще не очень подходят. Ну, а что делать, когда больше ничего нет? Ну, то есть будем печатать на этой бумаге. И, да, этих тонких сортов бумаги у меня еще хватит, там, ну, месяца на два, может быть, даже больше работы. И я думаю, что, а больше-то, в общем-то, и не надо, потому что я только один из поставщиков фабрик, которые, ну, так сказать, в частности, вот по пошиву спецодежды. Потому что у других поставщиков тоже, скорее всего, там молнии закончатся, какие-нибудь шильдики, значит, что там еще, ткани, ткани элементарно могут закончиться. Ну, а если ткани производятся в России, то, в общем-то, ну, это спасет, конечно, ситуацию на какое-то время, но, во-первых, есть красители импортные, которые тоже, в общем-то, не достать будет. И станки. А вот это вот уже полный пипец. Станки придут в негодность нескоро, их хватит еще, ну, так сказать, года на три, на четыре, на пять. Но спустя это время, в общем-то, так сказать, станки постепенно будут выходить из строя, ремонтировать их невозможно, закупать новые нельзя. А сами производить станки мы разучились уже лет пятьдесят, как. Вот так, то есть, все начинается со станкостроения. И станки мы перестали качественные производить еще при социализме, на самом деле, и поэтому все накрывалось, собственно говоря. Вот. Ну, вот такая история. Что будет? Ну, в Телеграм-канале я уже видел, что рассматривается вопрос о том, что, значит, ну, там предложение есть о том, чтобы смягчить ГОСТ насчет размера этикеток. То есть, этикеточки будут вот такие вот малюсенькие, и там будет все, что там будет, это QR-код, скорее всего. Типа, если вы хотите посмотреть информацию, наводите телефон и смотрите в интернете. Ну, казалось бы, это даже хорошо, потому что не нужна лишняя бумага, хрен с ним, с моим бизнесом, он, сказать, как бы, ну, бумагу используется. Бумага – это деревья. Деревья сохранятся, и все хорошо. Но вопрос в другом. А будет ли доступен интернет? Потому что с интернетом тоже кирдык наступает, и системы хранения данных, они уже в дефиците, где они будут браться. Они целиком импортные, и здесь уже дефицит есть, и уже ничего не обновляется. И непонятно, как все это будет происходить. Будем наблюдать. Ну, а по поводу станков и прочего, значит, ну, уже я говорил про элементарные подшипники. А для того, чтобы производить свои станки, ну, мы должны наладить производство тех же самых подшипников, тех же самых, ну, по крайней мере, шестеренок, то есть комплектующих. Должны научиться изготавливать качественные шестеренки из качественных материалов, то есть качественная сталь должна быть на этих шестеренках, и не только чугуней, вот, и чернуха. И, соответственно, что-то делать. Ну, говорят, мозги у нас есть. Мозги у нас действительно есть. Что еще нужно? Сейчас весь мир занимается всякой робототехникой. То есть нам нужны абсолютно точно производство, совершенно безумное производство шаговых двигателей, которые, пюм-пюм-пюм, системы точного позиционирования, и, ну, всяческих там гидравлик и так далее, которые позволят создавать автоматические линии. Проблем там особых нет в создании этих автоматических линий, просто нужны комплектующие. То есть те же самые шестеренки, цепи какие-то, значит, ремни передачи, подшипники и вот эти вот самые двигатели и системы точного позиционирования. То есть какие-то датчики, которые будут позволять точно позиционировать детали, а потом ее, значит, опустить. Это, значит, вот чик-чик-чик, например, да, то есть трехпозиционный, там, элементарный совершенно станочек, то есть который работает в трех измерениях, то есть длина, ну, вправо-влево-вперед-назад и вверх-вниз. Здесь, собственно говоря, поставить детали, потом ее раз, схватить, там, и следующую деталь и так далее. Здесь никаких проблем нет, все, так сказать, решения понятны и естественны, но это надо налаживать, это надо делать. Способно ли текущее руководство это сделать? Ну, я рассказывал в прошлом видео, те люди, которые умеют очень здорово отжимать, в общем, сказать, и проявляют чудеса творчества в этом смысле, но вряд ли они способны проявлять чудеса творчества в том, чтобы организовать производство. Я лично сомневаюсь, я высказываю в этом легкие сомнения, и, как я в прошлом видео уже сказал, что требуется, в общем-то, полностью снять все ограничения с бизнеса, во-первых, а, в-вторых, прекратить гонения на бизнес, а, в-третьих, просто искать тех, кто еще способен что-то производить и предлагать им, ну, буквально, буквально, вот, любую помощь, любую помощь, что хотите. Вот государство должно расшибиться в лепешку, чтобы достать им то, что они хотят для того, чтобы они смогли создать вот эти производства, эти производственные линии и всякое прочее. Ну, и из того, что есть, конечно же, есть такие станки у нас, то есть, на автопроизводители и так далее, все это есть, ну, из этих станков надо выжимать максимум. Что касается автопроизводителей, ну, статистика такая, значит, падение автопроизводства, так сказать, автомобилей, производство автомобилей составило 97%. Что это значит? Это значит, что было 100%, значит, на 97% упало. Вроде бы, ну, как это много, но, как бы, что значит на 97? Это значит, что осталось всего 3% от того, что было. 3% от того, что было, это в 30 раз меньше того, что было. То есть, падение в 30 раз производства автомобилей. Ну, я так понимаю, что то же самое, ну, самолеты мы, в общем-то, и не производили, что такое 10 самолетов в год, это совсем ничего. Вот, а сейчас все будет направлено на производство военной техники, судя по всему, и самолеты, если и будут, то это будут истребители какие-нибудь, и ракеты, а гражданского, так сказать, ничего не будет. Поэтому, друзья мои, ну, я считаю, что прогнозы, в общем-то, сбываются, во-первых, то есть, к сожалению, коллапс потихонечку наступает, и он будет. И, к сожалению, силовыми методами вот эти проблемы не решить. То есть, мы можем завершить военные действия. Это вполне, так сказать, ну, как бы, вполне в силах. Но на каких условиях, то есть, мы же захотим, чтобы все вернулось на круги своя, вот, а этого не будет точно, потому что мы должны будем заставить, ну, грубо говоря, западную экономику помогать России, а вот этого заставить мы вряд ли сможем. Потому что, ну, они скажут, что, ну, а кто же с вами будет работать, если вы очередной раз нас обманете и отберете у нас все. То есть, здесь уже нужны механизмы защиты частной собственности, которых у нас, ну, вроде они создавались, но, как вы понимаете, не очень они работают. Ну, что еще могу сказать? Могу ответить тем, кто может возразить и сказать, что это все не соблюдается и с той стороны абсолютно, и у нас тоже все отобрали, у нас отобрали золотые запасы и так далее, идет грабеж с обеих сторон, действительно это так. Так, и, ну, как бы, не знаю, кто начал, так сказать, боюсь предположить, напишите, на самом деле, ну, кто и что начал, на самом деле, кто начал разжигать, и надо ли это искать. Дело в том, что вот сейчас мы попали вот в эту ситуацию, из нее надо как-то выходить, надо искать какие-то пути решения. Какие пути решения будут, я не знаю. Страдают абсолютно все, страдает Запад тоже не меньше, чем мы. У них надвигается холодная зима и страшные картины рисуют, ну, например, немцы, например, уже выступают с проектами о том, что будут создаваться общественные места для обогрева жителей, потому что, ну, если будут мерзнуть, то, грубо говоря, будут выделять какие-то, грубо говоря, спортзалы, в которых люди будут просто приходить и греться, так сказать, все сообща вместе. Вот, ну, тут такое дело будет. Я не знаю, надо ли этому радоваться, потому что у нас многие радуются, злорадствуют, что говорят, что вот, вот до чего мы довели, вот мы как, значит, крепко им насолили. Ну, радости у меня это на самом деле не вызывает, потому что, в общем, потому что нам тоже будет плохо. И как бы радоваться тому, что, ну, так сказать, искать кого-то, кому еще хуже там, типа, или кому тоже плохо, ну, это на самом деле не самый лучший выход и не самое лучшее утешение. Надо это дело прекращать немедленно и как-то решать, как я, ну, могу предположить, конечно, но не буду. Вот, потому что Кремлебот меня тут же заплющит. Вот, ну, а что вы думаете по этому поводу, напишите, какие, так сказать, сведения у вас по поводу экономики и всего прочего, какие-то есть, может быть, новости. На сегодня все, лайк, подписка и до встречи. С вами был Деменков Юрий. С вами был Деменков Юрий. С вами был Деменков Юрий.